Ну, итоги будут уже объявлены. Естественно, я подключился только с Нового года, уже, так сказать, на заключительный этап подготовки, когда состав, то есть квоты были более-менее определены. Естественно, в данный момент мы сами переживаем кризис кадров, так сказать. Да, спасибо, что есть у нас Закарин, который очень достойно выступает и выступал в этом году, и это вселяло в нас большую надежду на выступление в Рио. Итог, ну, итог мы знаем, но именно в начале года, когда я вел гонщиков, все были мотивированы. У всех ее, как ни странно, но горели глаза именно на амимпиаду, патриотические чувства, что мы победим за Россию. Это было. Ну, сезон сам в несколько ретировки. Так, вы сами помните, когда Закарин упал неудачно на Джиро, но быстро восстановился, благодаря, так сказать, умной подготовке восстановительной. И, естественно, докторам, которые без них, без этих докторов, в принципе, невозможно было выйти на такой уровень, в который он вышел, доктор Закаринс. Ну, впоследствии, то есть последнюю неделю перед Олимпиадой, за десять дней сами видели, что творилось. И в таких условиях гонщик, который готовился к Олимпиаде, весь на нервах, то есть он еще молодой, то есть ему было на самом деле тяжело пережить. То есть уже не было смысла, по идее, да? Ну, когда дали разрешение на последний день, ну, конечно, было тяжело, то есть уже, знаете, концентрация гонщика, его моральная устойчивость на пике формы, она очень чувствительна. Естественно, я думаю, что сыграло много факторов, особенно когда ему дали только разрешение на последний день, и реально нельзя было уже доехать. Я думаю, что можно было доехать как-то, но каким образом, то есть прилететь за час до старта, выйти на старт и просто опозориться, ну, большого смысла. Трасса была и вот на самом деле. Трасса была, конечно, можно вспомнить, как какая-то тяжелая трасса, техничная трасса, а спуском хорошо ходит, несмотря на его падение, которое упало на Джира. После падения обычно гонщики тяжело восстанавливаются, боятся спуском. Там было видно на Туртофранции, что он быстро восстановился. Спасибо, Дима Конышев. Он, у нас большой специалист спусков, морально его восстановил. И считаю, что, конечно же, Закалев у нас был физен, надеждой на Олимпиаду. Ну, вот все-таки Оля Забелинская все-таки показала результат спусков, да? Ольга – это феномен, который достойен уважения, который мы обязаны приводить в пример еще поколений и поколений. Прекрасно знаете ситуацию Ольги, весь ее олимпийский цикл, который прошел, все ее проблемы. Я думаю, это железный человек. В папу? В папу, который вызывает восхищение, конечно, ее характером. Я считаю, что это ее личная победа над собой и над системой, которая не давала ей гонять. Ну, вот что касается чемпионата мира, чего не хватило? Я думаю, удачи. Потому что состав был подобран очень удачно, то есть гонщики именно равнины. Большинство – шесть человек, пять человек – это из «Катюши», которые гонялись ни один день, ни месяц. Это был вплощенный состав. Не хватило, я думаю, да, какого-то мига, потому что все это происходит, если увидели трассу и как происходили события на чемпионат мира. Это происходило в момент. Тут, конечно, много критики и самим гонщикам. То есть это ошибка каждого гонщика. Они прекрасно это понимают, они осознают эту ошибку. Я с ними после финиша разговаривал. Им было стыдно самим за то, что они не реализовали себя. То есть они могли быть намного лучше, могли быть и были готовы намного лучше. То есть могли дышать в спину Сагану спокойно, да? В спину Сагану конкуренцию составить с этим монстром, конечно, было бы тяжело. Но я уверен, что в первой пятерке это место Порщик было. То есть он был бы и четвертым, третьим, пятым – это его место из той группы. Не только из той группы, а вообще из состава, который стартовал. Да, нам просто не повезло. Не повезло, что немцы не сработали. Ну, многие вещи. Здесь, конечно, в спорте содержится несколько факторов. Есть везение, есть форма. Здесь сработа форма была хорошая, но везение от нас отвернулось. Как сборная работает с нашими профессиональными командами? Ну, как бы мы знаем, что все члены сборной команды – это профессиональные гонщики. То есть у них есть свой календарь, есть свои обязанности, есть свои пиковые моменты, когда они выходят на форму. И, естественно, с ними довольно легко работать, потому что у ребят уже профессионалы. Они профессионалы своего дела, они знают, где и как выходить. Моя основная задача – это корректировать их работу. Вы согласуете планы или как? Да, естественно. То есть именно согласование гонок, как лучше подойти к гонкам, где. Ну, у каждого же профессионала есть тренер. То есть с этими тренирами работаем. То есть надержанность курсов и физической подготовки в таком состоянии в данный момент. И, исходя из этого, мы корректируем и состав. И это редко именно с советом, как тренироваться. То есть сама подготовка, физическая подготовка лежит, конечно, на тренировках. Но, так как у меня опыт был не маленький, в профессиональном спорте и вообще в спорте я представляю. Все-таки шестикратный чемпионат России. Представляю, что перед стартом, конечно же, нужно делать такую-то работу, что нужно съездить на такую-то высоту, где-то там сделать сбор. Нужна эта гонка или не нужна. Что нужно сделать для того, чтобы улучшить спортивную форму и к этим датам. Мы здесь совместно с Дмитрием, потому что мы придачно работаем. Это его опыт непосредственно в подготовке Закарина, непосредственно работа загонщиков в команде. Это совместная работа, я считаю, что идет только на пользу. Это первый год. И, естественно, были какие-то ошибки, над которыми мы будем работать и, естественно, улучшать результат работы. Сильно ли повлияет на результаты и на взаимодействие то, что Катюша становится все-таки командой со швейцарским капиталом, со швейцарской лицензией, да, и с немецкими спонсорами. И то, что 5 человек только, было 13, стало 5 человек. Поэтому, я считаю, что высокую часть довольно большая проблема, так как 13 человек в туре – это 13 человек, имеющие возможность гоняться в высшие гонки, в высшие категории. Естественно, ездить в соревнования с ребятами, которые уровнем ниже, на них с ним расти очень сложно. Вы говорите про «Русвелла», да, сейчас? Ну, я имею в виду сейчас «Катюшек», да? То есть недавно у «Русвелла» мы имеем достаточно хорошие гонки, но все равно мы не можем участвовать в «Русвелла», то есть мы не можем участвовать на всех гонках высшего уровня. То есть только по специальному приглашению? Да. То есть достаточно много больших гонок в «Джидре», «Италию». Постараемся в этом году проехать «Фландерю», проехать «Рубе», проехать «Амстал». То есть у нас будет возможность. Состав очень хороший, но… Но это все-таки не 50 гонок высшей категории, да? То есть это очень близко к этому, но не то. Конечно, печально, что в данный момент состав включен не только 5 человек. Это, например, обрезанный состав. Остальные ребята вернули «Русвелла». А вот состав, кто закончил. И вы. Тем не менее найдете, да, какие-то варианты? Естественно. То есть, так как у нас уже 4 года, я думаю, уже 4 года может много что измениться. И будущее «Госфорума у «Силла», конечно, большое. Я думаю, что в данный момент «Госфорума у «Силла» — это чисто раз российская команда. И мы видим, что в этом составят и команды только русские гонщики. Естественно, иметь большую возможность контролировать большое количество российских гонщиков, и нам будет легче их выводить на «Госфоруме». А, скажем, получить возможность лицензии мирового «Тора» есть у «Госфорума»? Я думаю, что есть, конечно. То есть, этот год покажет, примерно 18-го сезона покажет тоже. Я думаю, что огромный шанс. Будете стремиться к этому? Конечно. Иначе как? Понятно. Спасибо, Сергей.